снова за родом и господам связи роман и канал при сангеймс у нас очередной хоррор называется он как-то психиатрикал хоспитал короче психиатрическая больница почитал что по времени он что-то типа 45 минут час поэтому вполне вероятно что за одну серию мы его пройдем если они будут тупить единственный нюанс что я совершенно не слышу звука а настройку управления здесь нет но зато есть русский язык что в целом уже неплохо хорошо ладно получимся тогда с таким управлением где громкость тут вообще есть а тут есть громкость она просто супер тихо нет фонарик в оборудовании когда твое безумие нежелательно когда твое безумие которого ты не хотел душ от решетки в яме в яме а ты превращаешься бессильного козла в человека единственный способ удивить белые халаты которые хотят полностью вылечить тебя это укрыться в безумии которого ты хочешь и когда вы хотите быть сумасшедшим и а я я же не дочитал алё а где тут дай мне пожалуйста добавлена бумага в инвентарь какая бумага как переключатель в чтобы открыть дверь вам нужно найти соответствующий ключ подойдите к двери щелкните правой кнопкой мыши и отоприте дверь сейчас только поменьше ярко сделаю потому что по шарам лупит пипец как хорошо я понял читать это я прочитал а как отсюда выйти так окей а вот я ж тут вижу тут же даже написано соответственно так одну секунду так и фонарь тапция камера в лайтера вылайтер зажигалки нет фонарь нет фотоаппарата нет у меня не а вот есть а так тут батарейки бляха как же не люблю на батарейках у них россии прыжок так присел карты таро еще не надо этого тела и так больше никогда вот у меня есть зажигалка зажигалка бесконечная соответственно зажигалка мы наверное пользоваться и будем фонарик в целом тоже неплохо но он конечный конченый конечный не знаю как его назвать в общем он заканчивается ладно хорошо вертикальной синхронизации в игре нет и что самое плохое вещи с которыми ты можешь интерактировать то есть при наведении на них курсора никак не меняется поэтому ты не знаешь ты можешь с этой вещью интерактировать или нет поэтому мне придется ходить и постоянно вовсю тыкаться мордой вот если видишь полоски на экране я их тоже вижу это называется вертикальная характер синхронизация и ей пизда а зажигалка тоже конечно жидкость для зажигалок аккумулятор камеры обезболивающие бумажного от меня еще тут и бить будут нихера себе за что это как это а нет слушай интерактирует этот курсор подожди меня тут получается будут бить закрой пожалуйста двери за собой а если я не хочу чтобы меня били ну вот я человек такой и мне не нравится когда меня бьют не люблю я такого можно зажечь нельзя а чего мне ключ дали мне дали какой-то ключ я понял тебя вот я не понимаю насколько они опасны это что это дыра можно его ушатать я даже не хочу подходить что-то меня бить будешь а так реально бьет от нее конечно свалить вообще нефиг делать но смысл в том то что реально за мной ходит реально бьет меня если дверь закрою а она недалеко ходит так окей ладно где обезболка обезболивающие это ты так не пожрешь и рад и жрешь мощно и что это за ребята такие какие-то они неадекватно а подожди это я обратно вернулся какого харадрима а чего мне ключ то дали уберись ключ ключ который ключ батарея макоко нет ключ но это понятно типичный ключ я понял спасибо ключ типичный ключ поговорили с этим фонарем кстати не видно вот так лучше я не вижу перекрестия соответственно я не знаю мне можно с каким-то предметом интерактировать или нет здесь зажигалки надолго хватает как я понимаю короче смысла никакого от этих дурачков нет то есть они создают некий дискомфорт в том плане что тебе придется от них уходить но опять же они настолько медленное что от них можно просто убежать и реагируют как я понимаю только в том случае если ты вот просто подойдешь станешь к нему прям в лоб тогда да в остальных случаях от них никакого смысла нет часы картина здрасте закрыта опять закрыта так здесь все закрыто куда мне идти то о еще один ключ а чего я ключи то нахожу конечно ключ это здорово это классно но только если я не понимаю чего он мне то зачем он мне опять же при том ключ такой интересный он просто притаился такой валяется на кресле типа я не я и жопа не моя я могу еще ниже спуститься но я наверное не хочу туда пока эти стороны что у меня есть огонь но я не могу поджигать вот эти свечи но я пока еще скажу вниз посмотрю что у нас здесь находится но это уже бейсмэнт это уже подвал то я уже нихера себе слов то знаю фонарик фонарик шарашит просто как чумачечий батареечки а где фотоаппарат и зачем мне вообще в целом нужен тут фотоаппарат может это будет пугать вот этих дурачков я смогу от них тогда вообще типа победить побеждать есть тут кто предохранители с которыми я не алё бумага новая бумага кстати в конце концов после смерти владельца больница была перепородана частной компании так началась мрачная глава ее истории задуманная как хорошее место она превратилась в обитель ужаса больницы такого типа принадлежали государству их задачей было не лечение больных ограничение их свободы туда ссылали тех кто не угождал обществу и режиму причем не только тех кто был действительно болен когда человек попадал туда у него практически не было шансов выбраться потому что он автоматически признавался недееспособным и с ним могли сделать все что угодно а во время на воин и развития медицины это было очень хорошо еще один ключ который также хер пойми куда его вот кстати не да есть неплохо так здесь это не есть не придется открывать здрасте только так пацаны давайте договоримся без резких вставаний без резких движений вообще в целом в принципе потому что я не очень люблю резкие движения я могу испугаться обосраться дернуться и кому-нибудь ударить а учитывая что я здесь один удар я в монитор а монитор мне бить очень жалко то что давайте вставать не будем ладно хочу так вот собственно говоря и все зачем мне эти ключи если ни одна дверь все равно не открывается там звук то хоть запишется да какой никакой звук пишется вот кстати кто то тут есть здравствуйте сюда и ключи еще тут настолько мелкие они лежат в таких непонятных местах что пропустить ключ вообще не представляется какой-то проблемой и вполне вероятно что если я не пропустил еще ключ то я его сто процентов пропущу потому что ну не пропустить его это как бы грешно вообще в целом это что-то есть там кто нету никого привет тебя можно выпустить подожди так извиняюсь звонили зажигалку необходимо повторно залить жидкость уже яшнию смысле а где жидкость мая а макоко это главный спонсор да судя по всему у них и жидкость макоко и батарейки макоко ты не хочешь со мной разговаривать нет как это открывается но видимо не ключом ладно батарейка у меня много жидкости для фонаря у меня для зажигалки уже нет соответственно давай мы наверное тогда фонарем пока будем светить слепить всех подряд в том числе и самих себя и сейчас мне надо найти в целом куда я могу пройти потому что ключи есть а дверь это заканчиваются видимо не сюда у меня три ключа на данном этапе а чё никакой не подписан но смотри это обычный стандартный ключ это обычный стандартный ключ и это обычный стандартный ключ соответственно мне надо его применить к обычной стандартные двери какой блять так а как может мне надо выбрать ключ и нажать использовать нет то есть он видимо применяется кто их двери который он будет подходить но это как бы логично но я не пока не нашел ни одной двери которую можно было бы открыть ключом о здрасте одна дверь есть хорошо да твою ж мать ты серьезно то есть я просто дал круголя так все закрыто к хуям вот она ходит супер ты давай это чеши отсюда нахер не ходи за мной не ходи не ходи не ходи не ходи не ходи не ходи не работают что-то я не понял а кто дни открывается ничего еще какой-то где-то мне нужен фотоаппарат серьезно возможно я где-то пропустил ключ да ты идешь ты нахер лесом то тебя как что открыто вообще здравствуйте приехали приплыли а может в окно просто выйти нет ну давай здесь искать вот тут опять же да блин здесь пропустить ключ вообще нефиг делать но я его не вижу возможно как-то надо открыть вот эту воротину но она не открывается здесь нет интерактивного вообще ничего ты будешь сегодня со мной разговаривать нет хороший рэп читать вот это тоже не открывается то есть это судя по всему не интерактивное вообще но опять же там интерактировать нечем то есть там нет никакого ключа ничего здесь на койках даже матрас суки не положили о а может сюда как-то нет но я присел я постарался здесь я где-то один ключ уже находил то есть вряд ли чтобы здесь еще один а подожди я не здесь находила по мою последнюю комнате справа находил это че за хоррор такой меня не пугают меня здесь заставляют искать невидимые предметы там трупы лежат не открывается ничего что там ничего почему не написано какой ключ к чему подходит типа вот тебе один ключ вот тебе второй ключ вот тебе третий ключ ходи щелкой двери я так как бы не против но это не работает ладно давай тогда добазаримся так basement он же подвал мы полностью проверили чем я по фонарю фонаря еще до жопы и батареек еще в охренеть не встать фонарь мы провели фонарь подвал подвал мы проверили бою у меня фонарь дымится греется что ли теперь смотри начинаем с этого угла с этого угла на полу смотрим ничего дверь заперта прям как положено все закрыто это вот сразу направо от лестницы теперь мы идем сюда хер там теперь мы идем сюда тут три двери первая посылает нахер вторая посылает нахер третья посылает в том же направлении прикольно стабильность ваза не бьется на диванчике ничего нет здесь все также глухо окей тогда бежим в коридор где шкаф на стуле ничего дверь заперта здесь смотрим дверь заперта дверь заперта окей я не против под лестницей ничего картина великолепно часы бесполезно абсолютно поднимаемся наверх это не интерактирует не выдвигается ключей нет часы нет здесь нет здесь соответственно нет двери не закрываем там у нас дурочка стоит давай здесь смотрим мужик курит курить не советую то вредно для здоровья можно подохнуть еще один что курящих мужиков вообще пипец много это что такое свеча мертва кто-то свечку убил убили свечку там в этой комнате дурочка это стоит про непонятно что хочет опять курящий мужик вот она стоит почему-то этот кусок пола такого интересного другого цвета я его выключаю он тупо чернеет сразу не открывается здесь ничего нет здесь тоже ничего нет не двигайся я пока дверь закрою просто чтобы она не отвлекала закрыта так я на картах меня не видно я стелс а подожди а может ключ где-то рядом с ней у тебя есть ключ мать бля мать отстань серьезно закрыта тоже закрыта все я тупо по кругу прошелся все я пришел обратно это как вообще короче оказывается это конечно дебилизм полнейший смотри я тебе рассказываю ты будешь сейчас в шоке а я буду просто паху я пошли на ней на нижний этаж на самый нижний этаж почему потому что там нету дурочки это и она не будет нас отвлекать вот надо подойти к двери вот так теперь выбрать ключ нет подожди а как как-то же здесь а эта дверь наверное не интерактивная светящаяся палочка в оборудовании короче как то можно подходить к двери и пробовать открывать клик лук райт а вот правой кнопкой мыши ключ не подходит не подходит не подходит понимаешь я должен каждой двери подходить и проверять подойдет ли ключ или не подойдет подошел вот как это работает какая же тупорылая задумка просто ахуи и ладно это очень плохая идея так делать это очень плохая идея еще один ключ то есть я просто хожу по дому ищу ключи подбираю ключи и возможно открываю какие-то двери и сейчас получается я нашел новый ключ соответственно я могу попробовать пойти опять эту дверь открыть где у меня лестница то вот здесь я сюда пришел открыли то есть моя задача найти все ключи от всех дверей и открыть какую-то видимо нужную дверь еще один новый ключ ну пойдем новую дверь открывать а что нам еще делать давай в бейсмент сгоняем посмотрим там у нас в конце была всего одна дверь возможно мы ее сможем открыть это дурдом это дурацкое управление конечно открыл и что о где я не может быть я заперта в этой комнате это еще одно мое видение я останусь здесь в смысле как это бляха это же та комната в которой мы были в этой комнате я в окошко заглядывал в нее а как все смысле все все я проиграл да ладно бля серьезно вот так просто а охренеть то есть получается туда заходить нельзя потому что там я что меня просто телепортируют запертую комнату и я ничего с этим поделать не могу вот это они конечно приколисты фотоаппарат зачем алекс был практикующим врачом психиатром был хорошо известен на своей области в 69 году у него родился сын с деменцией первый желанный ребенок семье разбил его сердце когда он сам пытался работать с ним помогите ему вылечить его нет просто нет я я не врач так давай друг с другой стороны зайдем к ней а зачем я тут фотоаппарат я я я я я я я а насколько ты далеко вообще в целом умеешь ходить а далеко да все не идет так это не открывается он идет а не умеет в двери заходить поэтому плевать так где у меня бейсболка и что я должен фотографировать то но сфотографировал я эту эту дурочку аккумуляторная батарея а где фотка где фотка то куда то фотка пропала а ключик так я нахожу записки ключи то есть в целом я потом вообще лору знаю открою все это все мероприятие а бумага так но он не мог позволить себе отправить сына в психиатрическую больницу общего типа где в консервной банке содержались люди с разной степенью заболеваний и без должного ухода незадолго до рождения сына их семья купила виллу на холме и однажды сидя на террасе и вдыхая свежий воздух у доктора возникла идея использовать это место во благо дело в том что психиатрической больнице в которой он работал совсем недавно и по его собственной инститиве начали внедрять новый подход в лечении пациентов основанный на том что помочь стимулировать его разум душевно больного помогают трудовые практики образования религия спорт и отдых забезьяна сделать человека что ли другими словами грубо говоря а идет подожди не подходи ко мне я обиделся ключ не подходит ну а как комната большая батареечка так давай мне новый ключ новый ключ должен быть где-то здесь ага допустим по большому счету здесь наверное можно вообще спидрун устроить просто бегать по комнатам и искать ключи все еще один фотоаппарат зачем мне два фотоаппарата типа если первый разобьют что ли или что так дурочка у меня там сидит а не дурочка вот там окей а где сам хоррор то пугать когда будут основы для того чтобы они чувствовали себя хорошо должна быть комфортная обстановка для начала пациента нужно было максимально успокоить устранить все раздражающие факторы поэтому структура больницы ее расположение гигиена и организация процесса внутри имеется с огромное значение доктор знал что и городская больница еще не готова взять на себя такую роль особенно с городским шумом вокруг здесь сельской местности на вершине лесистого холма и в тишине и покоя пациенты чувствовали себя бы гораздо лучше и лечение проходило бы быстрее лечение его сына шло бы быстрее сначала он бы устроил все для своего сына тогда мальчик остался бы дома в благоприятной атмосфере и в то же время получил бы необходимую ему помощь но доктор хотел продолжать экспериментировать со своими методами а дальше я не прочитаю потому что текст уехал к херам а маяк этот самый еще один новый ключ больше здесь ничего нет зачем делать такие большие помещения и по сути они являются пустынными ну серьезно разработчик напрягался что-то делал на кой херам так подожди это здесь это дурочка у меня еще одна дверь не открыта то есть ключ подходит где-то к соседней двери и мне нельзя заходить в палату с с трупами потому что если я туда зайду то там все уже не понял а у меня ключи закончились у меня ключи закончились батя как жить все игра пройдена ключей нет где-то пропустил ключ отстань от меня а я вспомнил на нижнем же этаже вроде как просто так валяются где-то там ключ это дурочка не умеет в лестнице наверно по задумке разработчика она должна типа нас везде преследовать но у нее это хуёво очень получается вот еще один ключ есть так допустим добавлен ключ в инвентарь пойдем тогда посмотрим еще на том этаже у нас там еще где-то дверь осталась открытая не подходит сюда ключ ладно тогда пойдем на нижний этаж все шмонать нет отлично все свет не сказал что тут есть свет а в этой комнате мы уже были вот пожалуйста ключ в этой комнате мы были до того момента как я просрал как я умудрился проиграть но это не честно на самом деле просто зашел в одну комнату где меня перекинули в закрытое замурованное помещение без возможности оттуда выйти все то есть возможно мне туда и надо но после того как я разгадаю возможно все загадки тайны непонятно чего может после того как открою все двери где скрим атак где ужасы где крики где обсер просер где это все это же типа хоррор а я от коррора вижу ровным счетом ничего но обстановка разве что фонарь отсутствие вертикальной синхронизации когда не подходит боти эти аштырит о исчезла потанцевала и ушла да ничего даже не оставил на хрена такое большое помещение было рисовать напрягаться что-то тратить эти я двери закрывать не буду то есть так я смогу понять где я был а где я еще не был вот эта дверь у меня до сих пор осталась не открытой нет тогда наверно одна из тех трех дверей это призраки они наверное не настоящие да они батареечки не жидко а вот батареечка компас открыл это клуб веселых и находчивых блять а пациенты приезжали даже из-за границы так что слава о докторе распространилась среди нуждающихся сюда приезжали работать известные специалисты пациенты распределяли зависимости от пола возраста социального положения тяжести и типа заболевания здесь лечили людей с различными видами психических расстройств включая депрессию безумие ипохондрию и бред особо тяжелых пациентов помещали в отдельное здание с комнатами похожими на тюремными окнами с решетками и крепкими дверями да это мы видели в подвале лежит в подвале есть такое помещение да так а я ключ уже подбирал ковер подожди а я ключ здесь подобрал нет а где ключ не понял а а а а вот ты где ты меня в следующий раз так не пугай маленький засранец здрасте это что-то типа библиотека библиотека ну давай здесь искать теперь ключ о И что? Слушай, возможно, мне надо было призраков вот этих фотографировать. Здесь нет ключа. Здесь нет ключа. Так, хорошо. Ну, в целом, это не то чтобы проблема. Почему? Потому что вроде как в подвале был еще один ключ. Если я ничего не путаю. А лежал он у нас... Лежал он у нас... Вот здесь где-то. Вот он. Записку я эту читать не буду, потому что мы ее уже читали. Так, пойдем обратно. Это я заведение открывать не буду, потому что... В прошлый раз я открыл, и ничем хорошим для меня это не закончилось. Соответственно, последнюю дверь, вот эту вот камеру, я не буду вскрывать. Ну ее нахер. Вот это вроде как вообще последняя дверь в игре. Нет? А где еще? А-а-а-а-ах, да. А-ля две двери, получается, осталось вот это? Не подходит ключ. Не подходит ключ. Че за нахер? Слышь, ну-ка иди сюда. Пойдем со мной. Давай, давай, заходи сюда. Че ты встала? Сюда иди, говорю. Во. Да ты... Она в комнаты заходить, видимо, не может, чтобы ее не закрыли. Да, видимо, так и есть. Но у меня есть один ключ и есть три двери. Что самое прикольное, вот за одной дверью ждет смерть неминуемая. За одной дверью смерть неминуемая, остальные двери и две не открываются. Все. Все. Вот и вся игра. Не, серьезно, это факт. Ключ не подходит. А другого ключа-то у меня и нет. У меня нет другого ключа игра. Я во всех комнатах находил ключ, который открывает следующую дверь. И когда ключи заканчивались, я шел на этаж. На каждом этаже еще по одному ключу. Я везде находил по ключику. И зачем мне фотоаппарат? Светящаяся палочка. А зачем мне светящаяся палочка? Тут вообще в игре нет светящейся палочки. Почему есть кнопка светящаяся палочка? У тебя есть светящаяся палочка? Ну, а мне игра не оставляет другого выбора. Она мне оставляет только один выбор. Вернуться обратно в подвал. И вскрыть ту дверь, которая... Из-за которой я останусь заперти. Все, других вариантов у меня нет. Хочешь фотку на память? И чё? Вот эта дверь, за которую я телепортнусь и потом не смогу себя открыть. А ключ наверняка открывает вот эту дверь. Я не пойду туда. Я не хочу туда идти. Я знаю, что там конец. Там мне всё. Там как обзда. Там жизни нет. Что тут делать-то надо? Дурынду эту я сфотографировать не могу, потому что я пока потрясу фотографию, она меня сожрёт нахуй. Кстати, она похожа на этого персонажа, который из игры-то. Ой, как игра же называлась? Вампир же-то гоняла всех, рубила нацистов налево и до право. И что? Ни хера не видно. А, тут закрыто. Иди сюда поближе на свет. Ещё ближе подойди. Бладрейн или вот что-то типа такого. А, так ты вообще, на тебя даже свет не падает. Аккураты мощные. Не, ну это всё. Это конец. Возможно, здесь идёт такая фигня, что надо типа ходить и пробовать ключи подсовывать к разным дверям. Но здесь сама игра пишет, что все ключи уникальны. Соответственно, ключ подходит только к одной двери. И если он подошёл к одной двери, то к другой подойти он уже не может. Где-то, возможно, есть ещё пару ключей для того, чтобы вскрыть эти двери. Но за этими дверями, мне кажется, что нет, опять же, нихуя. Да, то есть есть фонарь, не фонарь, точнее, а батарейка. И очередной ключ. Вот всё. Вот всё, я здесь. Всё, на этом игра опять заканчивается. Не, ну это какой-то дебилизм. Если честно, я совершенно эту игру не понимаю. Ну-ка подожди. В общем, я посмотрел на ютубе несколько прохождений, у всех одна и та же фигня. По походу, по сути, здесь нет вообще выхода. Возможно, где-то, как-то, что-то с ключами. Но эта игра не заслуживает вообще внимания. И очень жалко, что мы все потеряли на это почти час жизни. Вот как-то так бывает и такое говно. На этом у нас всё. Я пойду ещё посмотрю какие-нибудь хоррорцы-симуляторы. Ты пока подписывайся на ютуб-канал, на телеграм-канал, на бусте. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Субтитры сделал DimaTorzok